Библейский портал экзегет.ру представляет Вторая глава Евангелия от Луки я читаю для библейского портала «Экзегет» свой собственный пока не изданный перевод. Первая глава рождения Иоанна Крестителя, мы долго и подробно об этом говорили, а вторая тоже рождение только уже Иисуса Христа. Да, и вот с чего можно начать рассказ о Рождестве главного героя, не только этой книги, но и, собственно, всей человеческой истории. «Все дни вышло повеление Цезаря Августа о переписи по всей империи». Слушайте, ну при чем здесь это? Ну какая разница? Цезарь Август — это Октавиан Август, который стал первым императором за четверть века до этого примерно. И, конечно, как император он наводил порядок в своей империи. До него была республика, кстати, там гражданские войны всякие. Ну не будем сейчас о римской истории. И, с одной стороны, вот эта фигура Цезаря Августа, то есть того, кто установил некое единоличное правление. Это потом будет в церковной гимнографии тоже обыгрываться, да, Августу единоначальству еще на земле и так далее. В каком-то смысле это параллель. Вот пришла некоторая единая власть, которая объединила все подвластные Риму земли, закончив период смут и гражданских войн. И, с другой стороны, рождается кто-то, кто закончит смуты и гражданские войны в душах людей. Ну, как и в случае с империей, не навсегда, конечно, а просто вот какой-то новый этап истории. Может быть, поэтому он важен. Ну, и кроме того, смотрите, Лука в самом начале, в первой главе, говорит, что он тщательно исследовался с самого начала. Это не просто его фантазии и какие-то непроверенные слухи, это его историческое исследование. Любое историческое исследование, во-первых, опирается на источники, о них он особо не говорит. И, во-вторых, оно привязано, конечно, к месту и времени. Датировка и локализация – крайне важная вещь, да? И датировок тогда больших-то глобальных не было. Ну, там от основания города римляне ввели свое летоисчисление, о других местах другие были календари. Но в основном по правлениям, во-первых, императоров, во-вторых, местных всяких лидеров, а кроме того, по знаковым событиям. Вот Лука пытается датировать именно это Рождество. Это была первая перепись, Сирии в то время управлял Кверини. Ох, сколько проблем доставляет нынешним исследователям эта маленькая фраза. Сирии в то время управлял Кверини. Публий, Сульпице Кверини, римский наместник провинции Сирия в шестом-двенадцатом годах нашей эры. Поздно. Слишком поздно. И в шестом году он занимался переписью населения, чтобы упорядочить налогообложение. Это обычная практика. Ну, понятно, надо знать, сколько налога соберут, да? А Матфей-то рассказывает о том, что царь Ирот Великий был жив, он умер в четвертом году до нашей эры. У нас тут прямо вот, смотрите, десять лет дистанция. Не позже четвертого века до нашей эры и не раньше шестого нашей, когда же было Рождество. Вы знаете, есть разные подходы. Но Ирот Великий слишком великая фигура, чтобы сказать, что его, так скажем, перепутали. А вот публий, Сульпице Кверини нет. Поэтому, может быть, Лука все-таки опирается не на самые надежные источники. А может быть, те, кто говорит, ну как же, не может Лука ошибиться, это же боговдохновенный текст. Так вот, Кверини был правителем Сирии дважды и провозил перепись еще раньше. Но это допущение. Мы не знаем, что бы это было на самом деле. Могло, в конце концов. Ну, что такое перепись в этой самой Сирии, да? Кроме того, иудеи, которые то ли Сирия, то ли не Сирия, вообще отдельная провинция, но в целях, так сказать, оптимизации могли прибавлять к полномочиям наместников Сирии, полномочия наместников иудеи, да? Мы толком не знаем этих подробностей. Это понимаете? Ну, все равно, что рассматривать какие-нибудь там, не знаю, хроники какого-нибудь там Сарапульского уезда в XVIII веке, да? Ну, кто его знает, кто там был каким начальником, да? Мы знаем, кто там был императором в России в то или иное время, но не каким-нибудь, я не знаю, предводителем дворянства Сарапульского уезда. Вот, поэтому, может быть, Лука здесь не совсем прав. Я вполне такое допускаю в технических каких-то деталях. Может быть, мы чего-то не знаем. Но в любом случае, смотрите, вот в первой главе Лука очень тесно привязывал евангельскую историю к Ветхому Завету, стилистически даже вот все эти гимны, рассказ о Рождестве Иоанна Крестителя, который, в общем-то, не очень нужен. Важна его проповедь, правда, для того, чтобы рассказать об Иисусе. А вот здесь он его привязывает к истории Римской империи. И он поступает так, как поступают римские историки. У них тоже, кстати, эти бесконечные споры, датировки, кто-то что-то не так указал, или мы чего-то не знаем, нормальная для исторического исследования вещь. То есть это все было, с одной стороны, как продолжение Ветхого Завета, первая глава, с другой стороны, это событие внутри Римской империи. Они изменили эту Римскую империю. Это все во времени и в пространстве. Это не просто истории каких-то там людей, которые где-то там, не знаю, в пустыне живут, и им нет дел до общества. Нет, все здесь. Для участия в переписи все отправились в свои родные города. Ну, то есть, знаете, как сегодня живут не все по прописке, да, есть принадлежность к роду, этот род из какого-то места. Иосиф тоже отправился из галилейского города Назарета, где он жил, в родной город Давида в Иудее под названием Вифлеем, потому что он, потомок Давида, был из его рода. Царь Давид, ну, собственно, основатель царской династии, любой законный царь должен быть его потомком, он из города Вифлеем, да. Вообще-то нам это кажется странным. Для переписи, казалось бы, гораздо более важно знать, кто где живет. Опять-таки налоги будут собирать, все такое и прочее, да. Но вот тут такая перепись тоже немножко, может быть, условная, да. И она такая скорее, знаете, не налоговая, а перепись как способ определить, кто откуда родом и вот где она, эта структура общества, да. Вот прежде чем приходит Мессия, надо, чтобы Израиль как бы приготовился, да, вот встречать его вышел, и каждый в своем месте. Поэтому, конечно, он идет в Вифлеем. Марию, с которой они были обручены, он взял с собой, она была беременна. Ей подошло время родить как раз, когда они там находились. И вот она родила своего сына первенца, спеленала его и положила в Ясли в Хлеву. В гостинице места для них не нашлось. Такая печальная история, но что интересно, смотрите, вот Лука, я говорил, он такой радостный евангелист, да. Вот он не заостряет внимание на том, что никто их не пустил, беременную женщину, которая рожает, между прочим, да. Наверное, ну, в гостинице не нашлось. Могли бы кто-то вот просто к себе домой завести. Так она в Хлеву рожает, да, то есть совсем все плохо. Но он на этом не останавливается подробно. Ну, родила и родила. Зато хлев, смотрите, животные, стада, люди затворили двери. А Господь открыл. В той местности были пастухи, они ночевали в поле при своем стадии, посменно его стерегли. Кстати, многие считают, что это указание на то, что Рождество было не зимой, потому что зимой все-таки в полях не ночевали, холодно, дождливо. Перед ними предстал ангел Господень и озарила их слава Господне. Их охватил великий страх, а ангел сказал им, не бойтесь. Фраза «не бойтесь» была и в первой главе Захарии, ангел возвещал. Первая реакция человека на встречу со сверхъестественным страх. Да, первая реакция сверхъестественного на встречу с человеком. Не бойся. Я несу вам благую весть к великой радости всего народа. Родился сегодня для вас Спаситель, Христос Господь родился в городе Давида. И вот, как вам его узнать, вы найдете спелен этого младенца, который лежит в яслях. Пришел царь, как вы его узнаете, а он в хлеву. То есть других младенцев, очевидно, не было в хлевах местных. Но вот с самого начала это несоответствие, вот эта неготовность людей принять своего царя, она, наоборот, служит источником радости. Того, что... А вот признак-то, да. А с другой стороны, этот божественный замысел, он как бы поперек всего. Вот не пустили их, ну и что? Ну, значит, в яслях будет лежать. И сразу же рядом с ангелом возникло бесчисленное небесное воинство, и оно прославляло Бога. Слава Богу в небесной выси, мир на земле людям, которым он благоволит. Там фраза, значит, можно ее по-разному переводить. Мир на земле всем людям доброй воли. А если там одна буква по-другому стоит, то благоволение его к людям, то есть добрая воля либо определяет людей, либо определяет отношение Бога к людям. Ну, общий смысл все равно тот же самый. И небо, и земля, земля объединяются вот в этой благодарственной молитве, в этом прославлении Бога, вот в том, что действительно пришло к людям, и отныне остается с ними. Ангелы тогда оставили их и возвратились на небо, а пастухи стали обсуждать между собой. Так пойдем же в Вифлеем и убедимся, что на самом деле произошло то, о чем Господь нам возвестил. Они сразу же отправились в путь и нашли Марию с Иосифом, младенца, который лежал в яслях. Вот, как я уже сказал, люди не приняли, а ангелы и пастухи животных, то не сами животные, и, конечно, с тех пор вот очень много этих стихотворений, картин, да, младенца Иисуса, который среди животных, и вот как бы он приходит в этот мир не только к людям, да, для того, чтобы все изменить, в том числе этих самых овечек, усликов и козочек порадовать. И когда их увидели, то рассказали, что им было возвещено об этом ребенке. И все, кто это услышал, удивлялись тому, что им рассказали пастухи. А Мария сберегла все эти слова в своем сердце. Пастухи вернулись к себе, прославляя и восхваляя Бога за все, что они услышали и увидели, что было им возвещено. Вот смотрите, всего какие-то пастухи. Ну, сколько их там? Человека три. Обычно трех изображают, потому что два маловато, а больше зачем? И все равно этого достаточно. Да, вот торжественный приход царя к своему народу. Всего лишь трое пастухов. Достаточно. Потому что хвала была воздана. Через восемь дней настало время обрезать младенца. Я напомню, что это иудейские обычаи с Иоанном Крестителем. Это тоже было сделано так. Ему нарекли имя Иисус. И в этот момент, когда совершали обрезание, то давали имя. Как назвал его ангел еще прежде того, как младенец был зачат в очреве. Когда настало время очищения, предписанного Моисеевым законом, 40 дней. Вот, кстати, в современной православной практике тоже это сохраняется. 40 дней после родов женщина нечиста. Странно, что в православной практике сохраняется, потому что это абсолютно метхозаветное предписание. Но, тем не менее, младенца отнесли в Иерусалим, чтобы посвятить его Господу, как написано в законе Господнем. Всякий первенец мужского пола будет считаться посвященным Господу. Это повеление еще из книги Исход, потому что в момент Исхода, собственно, погибают первенцы египтяна. Кроме того, Израиль – это первенец Бога, народ Израиля. И, соответственно, первенец посвящается Господу, и его как бы выкупают у Бога, принося определенную сумму серебра. Также они должны были, как сказано в законе Господнем, принести в жертву пару горлиц или молодых голубей. Это тоже предписание закона из книги Левит. Еще немножечко гимнов. «Теперь отпускаешь ты, владыка, своего раба с миром, как и обещал. Я увидел своими глазами, что ты спасение уготовил для всех народов. Вот свет, который язычников просветит и прославит Израиль, твой народ». Вообще-то человек говорит, я скоро умру. Ну, я бы об этом говорил с большой грустью. А он говорит, отпускаешь своего раба с миром, как и обещал. То есть смерть не так страшна. И особенно она не страшна для того, кто видит, что существует спасение. Что он уходит и уходит с надеждой на то, что тот младенец, прихода которого он так долго ждал, он здесь, он с ним. Жизнь продолжается. Более того, она приходит к какой-то очень важной своей странице. Отец и мать Иисуса удивлялись этим его словам. Симеон благословил Марии и его мать такими словами. Ага, вы думаете, что Симеон читал, ой, как все сейчас будет мимимишно и замечательно? Не совсем. Вот дитя, что лежит на руках. Много будет тех, кто из-за него падет и кто поднимется в Израиле из-за него. Вот знамение, на которое ополчатся, да и твою душу пронзят мечом. Так откроются помыслы многих сердец. Ну, мрачное предсказание. Одни падут, другие поднимутся, но мать, которая держит новорожденного сорокадневного младенца на руках, узнает, что ее душа будет пронзена мечом. Что-то очень жесткое предстоит, да? То есть, смотрите, вот у Симеона такое удивительное сочетание «светлая надежда», а я все говорю, что Лука – это самое светлое из четырех Евангелий, на мой взгляд. А с другой стороны, трезвое осознание того, что это не мимими, что это борьба, это скорбь, это страдание. Просто в этом всем будет очень много света. Там же была пророчица Анна, дочь Фагуила из племени Осира. Очень он, вот, Лука любит указывать эти такие совершенно ветхозаветные родословия, да? Осира – это одно из двенадцатых племен или колен. Уже в очень преклонных годах. Она вышла замуж юности и прожила с мужем семь лет, потом овдовела и дожила до восьмидесяти четырех лет, не отходя от храма. То есть, в общем-то, ее жизнь была вот в этом вдовстве, да? Постом и молитвой служила она Богу день и ночь. И вот она подошла к ним и стала благодарить Бога. Она рассказывала об Иисусе всем, кто ожидал, что Бог избавит Иерусалим. Интересная какая формулировка. Всем, кто ожидал, что Бог избавит Иерусалим. А почему не всем вообще? А нужно ли рассказывать об этом тем, кто ожидает поесть, выпить и поразвлечься? Бессмысленно. А вот те, кто ожидают, что Бог избавит. Вообще вот это представление об избавлении, оно, кстати, до сих пор в иудаизме одно из базовых. Мир лежит возле. Ну, это общая мысль, которую многие религии разделяют, иудаизм в том числе. И должно произойти некоторое избавление. Но от Бога оно должно произойти. Не усилиями подвижников, не стараниями правителей или усердной молитвой праведников. Избавление приходит. Хотя они все могут его приблизить. То есть это такое соработничество Богу. А вот должно что-то произойти. И она, видя младенца Иисуса, понимает, что это ключевое событие в истории этого избавления. Избавит от кого? Ну, можно сказать, от врагов. Римляне оккупируют Иудеи и Иерусалим. Можно сказать, от зла, потому что очень много дурного в этом мире. Ну, мы же видим вокруг вообще, в каком мире мы живем. Ну, посмотрите новости, в конце концов. Когда бы вы не слушали эту нашу запись, да, вот я уверен, что в новостях вы увидите очень много такого, что вот просто кричит о необходимости избавления этого мира. А когда родители Иисуса совершили все, что полагалось по Господнему закону, обратим внимание, да, то есть закон исполняется, Ветхий Завет присутствует, он просто надстраивается. То вернулись в Галилею, в свой город Назарет, где они и жили. Младенец вырастал, становился сильнее, набирался мудрости, и была на нем благодать Господня. Помните, про Иоанна Крестителя в первой главе больше ничего, там еще сказано, что он рос в пустыне, а про Иисуса есть только один эпизод. Из всех Евангелий только один эпизод про детство Иисуса. Ну, есть его Рождество, да, тоже, кстати, только у двух евангелистов, Матфея и Лука. И истории очень разные Рождества, ну, кто читал Матфея, наверное, прекрасно помнит. Там бегство в Египте, там жестокий ирод, который убивает младенцев. Светлый и радостный Лука ничего об этом не рассказывает. И такое ощущение, что они следовали двум разным традициям, да, то есть разное рассказывали про Рождество Иисуса. А Марк вообще не считает нужным об этом говорить. Ну, Иоанн тоже не считает, но он же после синоптиков, он как бы сверху на все смотрит. Но вот Лука расписывает эту историю как не трагичную, а светлую и радостную. При том, что трагизм будущий осознается, да, вот тебе меч пронзит душу и так далее. Вот, но с самого начала все, невзирая на то, что ему ночевать негде, да, вот его кладут не ночевать, просто даже и лежать негде, кроме как в яслях, невзирая на то, что никто не признает своего царя. Есть люди, пусть это всего лишь несколько пастухов, пусть всего лишь Симеон и вот эта самая праведная Анна. Не так уж важно, что его там первосвященник не благословил, что его там толпы в Вифлееме не встретили ликованием. Это все будет или не будет, тогда это не нужно. А вот кто-то и где-то есть. Так вот, значит, история Рождества завершилась, и только один эпизод из детства. Вот в древнем обществе вообще детство это такая как бы, ну, незначимая часть жизни. Ребенок это такая заготовка взрослого, да, он еще не готов работать, там, создавать семью. Ну, понятно, что он где-то живет, как-то растет, вот кормить его надо, воспитывать, все это трудная задача. А сам он по себе не очень интересен, в любой древней культуре. И один маленький эпизод, давайте его прочитаем, потом уже обсудим. У родителей Иисуса было обычай каждый год отправляться в Иерусалим на празднование Пасхи. Ну, вообще, это такая идеальная форма встречи Пасхи, Иерусалим, храм, жертвоприношение, и они именно так и делают. При том, что Назарет довольно далеко от Иерусалима, это Галилея. Когда ему исполнилось 12 лет, они по обычаю вместе с ним пошли на праздник. То есть, ну, такой младший подросток, уже не младенчик, но еще и не взрослый. Когда закончились праздничные дни, они пошли в обратный путь. Мальчик Иисус остался в Иерусалиме, его родители не знали об этом. Они думали, что он идет где-то рядом. Так они прошли целый день и стали его искать среди родных и знакомых. Ну, там, небось, половина селения пошла, да? Значит, он там где-то с дядями, тетями, двоюродными братьями. А когда не нашли, то в поисках Иисуса вернулись в Иерусалим. Через три дня, три дня искали. Они обнаружили Иисуса в храме, он сидел среди учителей, слушал их и переспрашивал сам. Все, кто слышал эту беседу, изумлялись его разумом. Когда родители сами его увидели... Родители, представьте себя на месте Марии Иосифа. Ваш ребенок пропал, вы три дня его искали и, наконец, нашли. Представили? Когда родители сами его увидели, они поразились, и мать ему сказала, сынок, что же ты с нами сделал? Какой мягкий, я бы сказал, способ ему это сказать. Мы с твоим отцом измучились, мы искали тебя. А он им ответил, зачем было меня искать, разве вы не знали, что я должен быть в доме своего отца? Но тут я, как родитель, понимаю, что я бы на это ответил, да? Как ты о нас не подумал и вообще, что это за безобразие, оно немедленно марш домой и все такое прочее. Но они не поняли смысла этих слов. Тогда Иисус вернулся вместе с ними в Назарет и был им послушен. А его мать берегла все эти слова в своем сердце. Как уже сказано, да, вот про все слова, которые были раньше, по поводу его Рождества, по поводу его принесения в храм. Иисус становился мудрее и взрослее, радуя Бога и людей. Зачем здесь этот эпизод? Эпизод такого формального непослушания. Кстати, потом он вернулся и был послушен. Описание подросткового бунта, когда в 12 лет мальчишка убегает из дома для того, чтобы как-то проявить себя, я независимый, я не просто малыш при маме-папе. С одной стороны, да, и этот подростковый бунт абсолютно оправдан, да? Вот мама ему мягко выговаривает. И он отвечает даже гораздо резче, чем она сама, да, тоже такой подросток. То есть подростковый бунт — это нормально? Получается, да, Евангелие от Луки это оправдывает. Но, естественно, оно оправдывает не любой подростковый бунт как таковой, а то, что сегодня психологи называют сепарацией, да, отделением от родителей. Он оставляет маму и папу для того, чтобы остаться в доме своего отца, то есть в храме, остаться со взрослыми. Ну вот, сегодня 13-летие для иудейского мальчика — это возраст, в котором совершается особый обряд бармитства, он становится религиозным взрослым. Хотя, конечно, 13-летний еще не взрослый, он не может семью заводить или там содержать, тем более эту семью. Но в ритуальном смысле он взрослый, он получает возможность совершать все то, что взрослый мужчина совершает во время богослужения и молитвы. И, ну, мы можем сказать, может быть, тогда был на год раньше, но здесь не описана некоторая формальная такая бармитства или какая-то еще ритуальная сторона дела, а просто он сам в определенный момент слышит голос этого отца и беседует со взрослыми наравне. И вот смотрите, я уже начал с того, что обсуждение этого эпизода, начал с того, что в древних культурах ребенок — это заготовка взрослого. Он должен слушаться и молчать. Вот вырастет, тогда скажет. А здесь нет. Ребенок 12 лет, который, конечно, не получил еще какого-то образования, не имеет абсолютно никакого житейского опыта, да и разума у него не очень много. Бывают смышленые дети, да, но у них еще нет вот такого взрослого отношения к жизни. Он все равно в состоянии расспрашивать и более того отвечать, да. И это признают окружающие. Они еще не знают, что это там мессия, да, ничего особенного. Но смотрите, ребенок — не заготовка взрослого. Ребенок — это личность. Давайте об этом помнить. Вот не случайно, мне кажется, Лука это сюда вставил. И кроме того, вот у нас есть два человека. С самого начала, первая и вторая глава, об этом ясно говорят. Вот есть Иоанн Креститель, пророк, который предуготавливает приход мессии. Есть мессия Иисус, да? И у них разные пути. Про Иоанна Крестителя в конце первой главы сказано, что он пребывал в пустыне, но, наверное, не с трех годиков. Да, наверное, он там тоже подростком ушел в пустыню, а может быть, даже уже юношей до того дня, пока он явился. А Иисус в самом вот этом центре общества, да, в центре, где собираются для молитвы, для обсуждения богословских вопросов, для чего-то еще. Он в храме обеседуется с знатоками закона. И так, и так нормально. Вот тоже интересная вещь, да? То есть, есть разные пути. И путь Иисуса — это не путь, который очень важен, нужен Иоанна Крестителя. Отшельничество, отказа от общества. Вот он уходит в пустыню, он там строжайшим образом постится, он обличает всех духовных вождей очень жестко. А Иисус, наоборот, с ними беседует. Вот можно так, и можно так. И, конечно, Иисус выше Иоанна, это понятно, и вот эта вот жизнь внутри общества, вот это маленькое постепенное изменение этого общества, теория малых дел, скажут потом. Даже, может быть, это общество состоит где из пастухов, где там из двух человек всего лишь Симеон и Анна, когда его принесли. Это все равно ценно. Это какие-то ростки, которые потом прорастут. Вот, может быть, эти люди, когда они потом встретятся уже со взрослым Иисусом и вспомнят об этом мальчике, беседовавшим с ними в храме, может быть, они что-то услышат и поймут гораздо лучше, чем если бы этой встречи в храме не было. То есть вот детство, еще раз, это неподготовительный период, хотя он и это тоже, это период жизни, когда вот ребенок может чему-то научить взрослых и очень даже важным вещам. Ну, а третья глава как раз будет про то, как выходит Иоанн Креститель на проповедь и что с этим всем происходит дальше.